привет друзья и снова как вы видите объявление о продаже над нашим домом повторяется и полгода не прошло вот моя соседка из квартиры номер два видите выставила на продажу свою квартиру квартира одна спальня и вот сейчас я вам покажу это новое агентство видите сегодня у нас суббота 4 декабря и вот сегодня второй день как висит это объявление домик наш ничего тут не изменилось особенно и давайте мы посмотрим если кто не помнит это вход и вот здесь справа ящик почтовый черный это моя квартира слева ящик стальной это квартира ей соседки и мы с ней здесь вот в этом коридоре жили как бы у нас был вход на двоих вот здесь две кладовочки у нас еще раз покажу тоже на двоих вот эта кладовка она в основном для мусора ничего тут не изменилось раньше здесь был общественный туалет когда-то давно сто лет назад а теперь здесь общее место кладовка и вот здесь под лестнице дверь рядом же это моя кладовка тоже вам ее показывала лестница вы видите здесь у меня хранятся елки палки всякие всякие ненужных ламп ну в основном елочное украшение вот эта дверь была когда-то мишель квартира номер 4 теперь мишель ее продала 6 месяцев назад если кто не видел как это случилось посмотрите моё видео вам плывет вверху и это дверь внизу той квартиры она должна быть закрыта потому что ее использовать нельзя получается что этот холл большой коридор это вот на наши две квартиры это моей соседки джун и это моя как вы понимаете я уже свою квартиру начинаю украшать к рождеству пока еще ничего у меня кашакой не валялся мою квартиру вы уже помните и знаете а я все-таки сейчас хочу вам показать квартиру моей соседки джун которая выставлена на продажу за сто двадцать пять тысяч фунтов и я вот взяла из этой брошюры по продаже все эти фотографии давайте мы посмотрим потом я вам объясню вот это у нее sitting room площадью 17 с половиной квадратных метров тоже с высокими потолками вполне современная неплохая комната вы видите тоже ковролин внизу на полу эта комната у нее проходная отсюда вот по самом углу там видно дверь в спальню в ее которую мы сейчас увидим и дверь на кухню и в коридор конечно же так вот это вот кухня кухня 4 метра на 2 то есть почти 9 метров площадь но видите что кухня не очень удачная 2 метра шириной очень узенькая хотя для одного человека наверное вполне достаточно самая большая комната в этой квартире как ни странно это спальня спальня 19 с половиной квадратных метров вот это у нее тоже имитация камина вы видите и это спальня с другой стороны два радиатора очень хороших встроенный шкаф значит 6 и 2 на 3 и 2 метра это bathroom ванная комната уже путаюсь как сказать по-английски или по-русски она сделала здесь недавно ремонт у нее тоже видите вот такой же экран стеклянный как у меня у нее не душевая кабина а ванна и ванна кстати у нее маленькая всего метр пятьдесят она ее помню при мне еще меняла и вот у нее компактный вполне унитаз и раковина тюльпан все очень стационарно все очень неплохо и вот это общий план ее квартиры желая площадь сорок шесть и два квадратных метра и общая площадь пятьдесят пять и шесть видите все у вас на экране я хочу рассказать немножко подробнее вообще удивительная для меня неожиданное дело что и джун тоже решила продавать свою квартиру потому что я с ней общаюсь постоянно она мне вообще не говорила о своих планах что она собирается продавать она когда сюда переехала она была первой кто купилась здесь квартиру и переехала в этот дом полностью этот дом принадлежал land lady фионе она за ним ухаживала и она эти четыре квартиры которые существуют в доме сдавала просто в краткосрочную аренду на месяц на два на три вы понимаете потом она решила что ей не выгодно заниматься этим домом содержать его головная боль и и она не получает от него достаточно денег наверное вот от аренды и поэтому она решила эти квартиры продать а потом продав квартиры продать и полностью этот дом вот что она и сделала в течение трех лет она постепенно ремонтировала все квартиры кроме моей странное дело вот как мне не повезло потому что моя квартира была в этом доме самая лучшая самая солнечная и просторная и ее купили пара которая там ее снимала арендовала она эту квартиру решила купить и купили у фионы очень недорого потому что квартира была не отремонтированная квартира была без отопления как вы знаете ну и все были довольны дом в общем-то был не с отоплением ни одна квартира не имела центрального отопления да и в общем-то ни одна квартира прилично и не выглядела потому что требовался давным давно ремонт и вот с 2012 года фиона начала хозяйка это этого дома она начала постепенно ремонтировать квартиры сначала отремонтировала квартиру номер два вот моей соседки джун она как отремонтировала она просто сделала косметический ремонт ну и самое главное то что в каждой квартире она установила центральное отопление с бойлером эту отремонтированную квартиру фиона тут же выставила на продажу и продала вот моей соседки джун это был 2015 год и джун эту квартиру купила за 90 тысяч фунтов через два года она отремонтировала нижнюю квартиру слева подо мной и продала ее уже за сто двадцать пять тысяч фунтов интересно что вот так вот быстро цена на недвижимость росла в англии да она и сейчас растет и потом последнюю квартиру она продала за сто шестьдесят тысяч фунтов это была квартира мишель о которой я вам много раз рассказывала вы в курсе если я вас еще не запутала я продолжу друзья рассказывать эту историю так вот моя квартира она уже была продана как вы помните паре и это пара почему-то решила мою квартиру тоже продать и с этого дома переехать и вот в 2016 году я купила свою квартиру в октябре месяце уже не у хозяйки new land lady а уже как у перекупщиков вот у этой пары понимаете поэтому моя квартира она оказалась без земельного участка без парковки ничего это не было согласовано с ленд лордом с ленд леди фионой а я тогда особенно не знала всех этих заморочек здесь все это очень в англии сложно с недвижимостью для этого и заключаются договора для этого и работают селиситор юристы вот эти вот так называемые блин которые должны все эти вопросы урегулировать договор по моей квартире был составлен спустя рукава никто не урегулировал вопросы с землей которая должна принадлежать мне по праву часть земли от этого дома парковка точно так же потому что вот моя соседка имеет парковку во дворе и там должна была рядом с ее машиной быть и моя парковка но я получаю документы от адвоката ничего этого не проверила и оказалась и без земли и без парковки ну а дальше как вы знаете конец этой истории что наша ленд леди продав все квартиры в этом доме она также продала владение этим домом и землей другой компании компания оказалась очень недобросовестной и жадной эта компания только и живет тем что ну вот эти содержит дома и должна обеспечивать надлежащее содержание за этим домом и за прилегающей территории должна волноваться обо всех внешних проблемах этого дома ремонтировать крышу ремонтировать подъездные дороги ну в общем все всем этим должна заниматься эта компания и потом она должна выставлять счета нам собственником квартир эти счета называется сервис чардж и мы должны платить за это так вот фиона тогда когда содержала наш дом она примерно нам выставляла счета от 700 фунтов до 1000 фунтов в год а эта компания как вы тоже знаете я вам рассказывала сразу нам бухнула каждой квартире счет 3000 фунтов это просто немыслимо огромные деньги ну и дальше пошло поехало случилось то что случилось мы как собственники квартир стали роптать мишель и еще один собственник квартиры который в лондоне живет очень продвинутый мужчина они стали выяснять у адвокатов почему нам выставлена такая огромная сумма ничем не подтвержденная и когда адвокаты сообщили что вот эта компания она может делать все что хочет в пределах до трех тысяч фунтов она может выставлять счет жильцам и даже не согласовывать ни с кем и не подтверждать эту сумму и вот они как раз три тысячи фунтов нам и выставили зная о таких вот законах но и сейчас прошел целый год с момента как нашу кам наш дом перекупила эта компания новая они совершенно не ударили палец а палец они ничего не отремонтировали ничего тут не исправили не поправили все осталось как было ну вот и люди побежали первые четыре месяца назад продала свою квартиру мишель за ту же самую сумму за 160 тысяч фунтов за которую она ее и купила потому что она прожила в ней наверное всего лишь год самое короткое время мой сосед снизу вот слева внизу у него квартира с красивым именем брюс который живет в лондоне он тоже недоволен но он эту квартиру он ее сдает через какую-то фирму в лондоне сдает очень удачно но где-то на короткое время на 34 дня на неделю на выходные тут постоянно приезжают разные люди и наверное его пока все устраивает но вот я уж никак не ожидала от своей соседки джун что она вдруг решится продавать квартиру потому что мы с ней об этом много беседовали и она говорит что она уже сюда переехала наверное на всю жизнь оставшуюся ее все устраивало вот я сейчас покажу ее садик вот здесь сзади за домом в глубине двора машина стоит эта машина джун на парковочке обратите внимание в каком состоянии и подъездная дорога и парковка здесь нам давным давно обещали здесь заасфальтировать это все или какие-то плиты положить но ничего подобного вот уже год не происходит эта компания ничем заниматься не собирается ну и вот он я показываю поближе садик джун в котором она очень любила возиться постоянно и вот опять же она меня в свои планы не посвятила для меня это было неожиданностью я просто увидела что выставлена на продажу квартира номер два это вот что касается дружбы и общения людей соседей англичан между собой это вот так они общаются здравствуйте до свидания поговорили о погоде а больше ни о чем ну вот друзья по моему я вам уже все подробно рассказала если кто-то не понял по поводу land лорда и компании которая содержит наш дом то пожалуйста почитайте уже в интернете больше я здесь ничего дополнить не могу ну а нам остается сейчас только лишь следить интересно через какое время квартира джун будет продана как я уже сказала она выставила цену сто двадцать пять тысяч фунтов и компания которая взялась продавать квартиру джун очень интересно и и описала вот давайте послушайте описание собственности это очень просторные апартаменты с одной спальней в викторианском стиле расположены в ухоженном здании из четырех квартир аналогичного стиля дом построен примерно в 1880 году недалеко от оживленного центра города райд первоначально это было внушительное частное здание которое принадлежало директору местной школы апартаменты типичные для той эпохи отличаются высокими потолками большими створчатыми окнами очень просторными комнатами и некоторыми оригинальными старинными элементами имущество обладает огромным шармом харизмой и характером и нынешний владелец поддерживает его в прекрасном состоянии но и опять же мне интересно что умалчивают они все о том что плата за обслуживание поднялась больше чем в три раза вот смотрите что они здесь написали плата за обслуживание около 1000 фунтов стерлингов в год и дальше они здесь так очень скромненько пишут в настоящее время ведется дополнительное техническое обслуживание здания что приведет к небольшому увеличению на следующий финансовый год то есть понимаете вот сразу же здесь вранье как говорится бумага все стерпит написать можно все что угодно но меня удивляют англичане я всегда думала что они честны и правдивы особенно в документах и особенно в финансовых вопросах понимаете вопросах покупки жилья ведь это же уже не следующий финансовый год они подняли цену а уже в этот финансовый год цена возросла почти в три раза но понимаете что если озвучить озвучить сразу то что цена так сильно возросла за обслуживание то конечно же желающих купить апартаменты будет мало поэтому стараются всяко обойти этот вопрос если затрагивают то вот таким вот таким вот знаете скользким образом вообще интересно и красиво они описали вот этот вот дом 1880 года постройки викторианский в котором я живу то сейчас и вы знаете что интересно что получается что если считать по стоимости четырех квартир то этот дом чуть больше 500 тысяч фунтов стоит и площадь там общая порядка двухсот пятидесяти квадратных метров во всем доме я стала смотреть а как интересно вот похожие дома сколько они стоят как они продаются и хочу вам показать один из таких домов он конечно не очень похож но все же он тоже где-то 1890 года постройки давайте посмотрим отвлечься и рассказать вам историю вот этого дома огромного это усадьба старинная и если мы присмотримся с вами мы видим там за этим домом сразу же пик старинной церкви я ее сейчас вам тоже покажу вот этот церковь церковь действующая и у них с этим домом общий двор это все находится на набережной шанклина и вот этот дом когда-то давно здесь жил священник приходской который проводил службу в той церкви все здесь рядышком со своим семейством он здесь проживал полностью в этом доме но потом времена прошли эти и этот дом он был разделен на двух хозяев обратите внимание я я сейчас подойду поближе как вам здесь вот этот вот великолепнейший такой разбит сад впереди с фонтаном и с кустами грандиозно подстриженными это все требует ухода и это все конечно требует денег чтобы содержать садовников но сейчас все это еще сохранено может статься так что новые хозяева уже не захотят сохранять это все в первозданном виде так вот я вижу что сейчас здесь подстригли деревья подстригли кустарники и вид открылся полностью можно теперь видеть этот дом я поняла что произошли какие-то перемены и вот сейчас как раз с женщиной поговорили мы которая здесь гуляет с собачкой она живет неподалеку и она рассказала что да несколько месяцев назад этот не дом а часть дома была куплена за 900 тысяч фунтов стерлингов ну вот почти миллион фунтов стерлингов я считаю что это недорого потому что территория огромная красивейшая ну и потом конечно же размещение то что этот великолепный дом с одной стороны у него выход центр шанклина вот я показываю вам церковь это увидите а с другой стороны вид грандиозный на пролив ла-манш поэтому люди купили за 900 тысяч будут жить в таком прекрасном месте туне вторая половина дома она куплена тоже уже давно там живут другие люди не священнослужители это половина также была куплена где-то 850 тысяч фунтов стерлингов для такого дома для такой усадьбы это небольшие деньги вот такой дом я вам показала специально чтобы вы сравнили с тем домом в котором живу я если что-то похожее как вот на ваш взгляд конечно тот огромный шикарный дом на двух хозяев сейчас он по моему намного лучше но и получается что он стоит 2 миллиона фунтов стерлингов ни много ни мало ну если точнее 900 и 850 это будет миллион 750 вот для этого дома он получается без всяких там лендлордов это уже freehold называется такая собственность то есть это уже частное владение хотя и на двух хозяев но у них разные входы совершенно все разное и потом этот дом он огромный сад и впереди сзади имеет вы видели в общем не знаю я сравнить можно или нет я конечно же в том доме не было никогда внутри невозможно тут что-то сказать но понимаете что этот дом все-таки в три раза дороже чем наш двухэтажный дом за 500 тысяч поэтому тут как бы трудно даже мне и судить в общем друзья я сегодня рассказала и показала вам все что хотела наверное по поводу продажи странной неожиданной для меня моей соседки джун своей квартиры буду держать вас в курсе друзья на этом я с вами прощаюсь не забывайте ставить лайки писать ваши комментарии и подписываться на мой канал всего вам доброго берегите себя пока пока